Большое спасибо. Не забывайте подписываться на наш канал, на наши социальные сети Instagram, ВКонтакте и Telegram. И даже у Шестобитого уже поклонники появляются, восхищаются его талантом, умением грамотно выражать свои мысли. Благодаря этому вырисовывается полная картина происходящего внутри группировки. До чего мы с вами дожили, когда убийцей восхищаются зрители, говорят, что он действительно талантливый человек, как умело рассказывает про то, как он убивал людей. Если задуматься, это ужас какой-то, конечно. Просто кошмар, когда вас начинают восхищаться убийцей. Но, к сожалению, иногда убийцы умеют хорошо играть перед камерой. Не надо забывать об этом. И то, что Шестобитов решил еще заработать денег на своем именем, но мне кажется, этому человеку, наверное, где-то придется гореть в аду, чтобы так еще и на крови, на убитых людях еще и зарабатывать деньги. Это мое личное мнение. — Причем я внимательно слушал его интервью, которое также размещено на нашем канале «Честный детектив Эдуард Петров» в Ютубе. И он там как раз говорит, подтверждает ваши слова, Эдуард, о том, что он уже смирился с тем, что не просто ему гореть в аду за его преступление, а в четвертом колене всем его... — Шестобитов играет на камеру. Это видно было. И Дима, конечно, Степанов, который разговаривал. Это чудовище, которое просто получало удовольствие того, что его записывают, и федеральный канал, и дали ему эфир. И такой он весь такой прям холеный, побритый, накачанный. Да еще и свадьба в колонии, и театральное поставление, и гангстеров, муж и жена, то есть с пистолетами. Ну, в общем, бред, конечно, полный, если так посмотреть и вдуматься. Но то, что человек получает удовольствие от самого себя и решил заработать денег, ну, в общем, это, конечно, какая-то подлость. И на этом деньги не зарабатывают, на убийствах. — У нас есть еще два довольно неоднозначных высказания. Алексея Шестобитова. Я напомню нашим зрителям и подписчикам, что кроме 25-летнего опыта работы в качестве журналиста-расследователя, Эдуард Петрович является членом общественных советов почти всех силовых структур, в частности, в СИН и МВД. Сейчас я предлагаю посмотреть фрагмент интервью одиозного киллера, в котором пойдет речь о колониях. Давайте посмотрим эпизод под номером 7. Григорий выходит из тюрьмы, выкупает его там за большую очень сумму, за миллион долларов на тот период. Это вообще сумасшедшая сумма. Кстати, это та же самая сумма, за которую пытались Васю Берлианду выкупить в свое время. Там Сильвестер пытался. Такой был очень известный патриарх воровского мира. По всей видимости, это та рабочая единица, которая с Гришиной с работы выкупали. Он приехал совсем другим человеком. То есть я его увидел где-то через неделю, миллион долларов, якобы, чтобы выкупить человека из тюрьмы в те годы. Ну, давайте так. Это слова. Громкие цифры, громкие слова и рассказ о том, что он в курсе таких историй. Это все замечательно. Было бы неплохо еще как-то подтвердить слова какими-то документальными вещами. Поэтому, ну, может рассказать. А может, человек уже просто понесло, увидев федеральную группу и телеканал, который ему дал такую возможность высказаться. Человек просто раздуло перед камерой. И он мог остановиться. Мог он не то еще рассказать. Может быть, он участвовал еще в подготовке покушения на убийство Кеннеди. Чтобы поставить точку в теме Ореховских, я предлагаю еще одно последнее заявление, крайнее заявление Шерстобитова. Мне кажется, уже эта тема нашим зрителям, мне кажется, надоела. Они уже даже пишут, что остановитесь, Павел. Остановитесь Ореховским. Хорошо, давайте послушаем зрителей. Заканчиваем тему Ореховских. Шерстобитовое полное интервью. Вы можете посмотреть на нашем канале в Ютубе. Оно там лежит. Если захотят люди. Если люди захотят. А пока просмотров очень мало. Слава Богу, не все восхищаются бывшими. Шерстобитовое. Ну, потому что, ну, а как смотреть человек, который сидит и рассказывает о том, как он прошел по трупам, совершил преступление, как он спит вообще, как он живет. И человек спокойно об этом говорит, рассказывает. И ни о чем даже не стесняйся. У него даже нету ни капли сожаления. У него образ писателя, уже образ великого сценариста. Не знаю, кем он там себе во мне. Нет, ну, человек, мне кажется, уже придумал себе образ великого какого-то человека. На самом деле это чудовище, которому надо сидеть и вообще молчать, и молиться, и замаливать все то, что он сделал в своей жизни. Судя по количеству просмотров интервью Алексея Шерстобитова, большинство наших телезрителей и подписчиков в Ютубе – это люди интеллигентные и законопослушные. Ну, согласен. А почему люди интеллигентные человека, потому что слушать мразь, к другому не скажешь, который сидит и еще пытается на этом заработать деньги. Это же, ну, какой мотив дать? Почему он дал интервью? Ну, во-первых, для него это лишний пиар. То есть он понимает, что он пиарится. И чем он громче, чем назовет фамилии, там, Березовского, значит, других известных людей. – Квантришвили. – Квантришвили. Пишет 66 книг о том, как он совершил все эти убийства, и причастен ко всем известным преступлениям нашей современной криминальной проники. Давайте все-таки с Ореховскими мы закончим в нашей трансляции. И сейчас мы попробуем нововведения в наших прямых эфирах в Ютубе. Мы обсудим последние новости, о которых говорили в программах «Вести дежурная часть», в расследовании Эдуарда Петрова. Вот на этой неделе… – Давайте так скажем очень важную вещь для зрителей. Я понимаю, что всего не расскажешь по телевидению, поэтому мы и решили все-таки работать в интернете, потому что мы здесь более свободные, открыты, можем отвечать на все ваши вопросы. Кстати, вы можете нам и подкидывать темы. То есть если вы напишете какие-то интересные истории, мы можем за них зацепиться, и вы можете быть как бы продюсерами репортажей, которые выходят в дежурную часть или темами наших больших расследований. Поэтому чем вы чаще будете с нами общаться и оставлять свои сообщения, и смотреть наш телеграм-канал, узнавать наши новости, мы существуем абсолютно независимо. Все, что там сейчас мы делаем, это делаем на собственные средства, для того, чтобы быть независим ни от кого, и чтобы нас никто не выключил, как можно выключить телевизор. Поэтому телевидение, конечно, имеет кнопку, ну а интернет, есть свобода общения, можно с вами быть откровенными, разговаривать на любые темы, без запретов, и мы постараемся быть честны перед вами. И мы еще можем быть вам полезными именно в интернете, мы можем вам рассказать, как именно создаются программы, большие расследования, чтобы вы в случае, если, не дай бог, вы оказались в какой-то неприятной ситуации, или столкнулись с коррупцией, с произволом, вы были готовы к этому и со своей стороны могли собрать какие-то видеоматериалы, аудиоматериалы, документы до того, как все эти материалы попадут в правоохранительные органы, чтобы мы вместе с вами могли проводить независимые журналистские расследования и добиваться справедливых решений. Итак,